БРАВУС С удовольствием переделывают его автомобиль в звезду автобанов. Послушаем с Венограна. Мы можем начать замену покрышек и колесных дисков, можем усилить двигатель или полностью изменить вашу машину. Они способны на все это точно. В БРАВУСе работают настоящие мастера автомобильного тюнинга. В их умелых руках хорошая машина превращается в превосходную. В 2006 году они взяли респектабельный Мерседес CLS со стандартным мотором в 517 лошадей и максимальной скоростью 270 км в час и превратили его в настоящую ракету. Эта машина побила всевозможные мировые рекорды. Она могла бы обогнать «Конкорд» на взлетной полосе. Трансформация начинается с того, что еще один «Свен» переделывает двигатель, увеличивая его цилиндры. Цилиндры помещаются в шлифовальную машину, где специальная головка растачивает их до предельно возможной ширины. Однако большие цилиндры еще не повод принимать машину в высшую лигу. Чтобы добиться от мотора еще большей мощности, БРАВУС устанавливает новый турбокомпрессор, который засасывает двигатель больше воздуха. В результате больше бензина сгорает за более короткое время, что повышается мощность двигателя. В двигателе, с которым сейчас работает «Свен», раньше стоял такой турбокомпрессор. Но компрессор компрессор урос. На полной скорости двигатель совершает более 150 тысяч оборотов в минуту, чудовищно разогреваясь вредом. Необходимо убедиться в том, что компрессор выдержит такие условия. Поэтому его нагревают до температуры в 1000 градусов Цельсия. Пока он не становится ярко-красным, чтобы посмотреть, не расплавится ли он. Но не только компрессору приходится несладко на большой скорости. Внимательно следует проверить весь двигатель. Мотор напоминает пациента больницы перед врачебным осмотром. Для этого необходимо специальное устройство стоимостью более 5 миллионов долларов. Двигатель работает. Осталось только его в машину установить. Сейчас он стал намного больше и тяжелее, чем был в начале. Дэвид и Альфонс осторожно переносят автомобильное сердце стоимостью около 85 тысяч долларов. Переделанный двигатель теперь будет поедать в два раза больше воздуха и бензина, чем раньше. А значит, будет и в два раза больше выхлопных газов. Поэтому на машину устанавливаются четыре новых выхлопных трубы, чтобы избежать серьезного загрязнения воздуха. Все должно быть идеально. Но для создания суперавтомобиля недостаточно одной только установки супердвигателя. Послушаем Свена. Проблема в том, что машина становится неуправляемой. Вы просто не справитесь с ней. Мощная машина должна иметь надежные тормоза. Брабус разработал новые тормозные колодки, которые оказывают более сильное давление на колесные диски в случае торможения. Новые колодки закрепляются на тормозных дисках толщиной в 30 сантиметров. Это гарантия того, что ваша машина останется на дороге, а вы не попадете в больницу. Однако и надежных тормозов недостаточно для того, чтобы управлять машиной, несущейся на скорости 360 км в час. При большом разгоне она может буквально взлететь из-за нарастающего потока воздуха под днищем. Поэтому требуется еще некоторая доработка кузова для улучшения аэродинамики автомобиля, чтобы он держался на дороге, как приклеенный. Конечно, нельзя не упомянуть про изменившийся вид автомобиля. Брабус создает настоящие гангстерские машины. У них большие колеса, из-за широких тормозных колодок длинный широкий корпус из-за большого двигателя. И выглядят они потрясающе. Но прежде чем машина окажется на автобане, надо проверить, как она будет вести себя на разных скоростях. Имитация езды по дороге. Последний тест. На скорости 320 км в час ни одного замечания. Информация о каждом обороте колес поступает на монитор компьютера. Для проверки надежности нового двигателя был проведен тест. Машина с аналогичным мотором проехала 300 тысяч километров. Это 7 оборотов вокруг земного шара. Новая машина прошла все испытания. Она готова? Почти. Однако для особо требовательных русских олигархов приходится еще и эксклюзивную отделку салона выполнять. Но если на вашей карточке еще остались деньги, Брабус с удовольствием подберет интерьер машины хоть под ваши любимые кожаные штаны. От заказчиков часто поступают очень странные пожелания, и мы пытаемся все их воплотить по возможности. Цена автомобиля взлетает 70 тысяч долларов до четверти миллиона. Однако за эти деньги вы получаете 250 дополнительных лошадей еще 110 км в час к максимальной скорости и кожаный салон. Отличный способ для нефтяных магнатов потратить сразу огромную сумму денег.